Доброго времени суток, с вами Чешер. Наконец-то у меня добрались руки до самого дурацкого, самого нелогичного и самого взрывающего зад данжа в Айоне. Конечно, сегодня мы поговорим о башне святости. Придуман он только с одной целью, добывать кристаллы командира для перекрафта 75-го АП в 80-е. Ну, хотя по большому счету эти кристаллы нужны не только для этого, но так как нам не довезли Неписи с Бежой Волка, будем считать, что только для этого. Расположен данж в Тоскануме или Маргосе в зависимости от той расы, которую вы выбрали, а в ход он, вот он, прямо тут и далеко ходить не надо. Данж рассчитан на 6 человек, а состав пати, по сути, может быть любым, особенно если у вас с ДПСом все в порядке, что несложно добиться в нынешних условиях. Но в целом очень и очень неплохо, если бы вы взяли с собой такие классы, как Сорг, Сэм, Лук, в общем, что-нибудь из контроля. А касательно Эквипа, совсем в голом Аполлоне, наверное, там делать нечего, так что неплохо иметь хотя бы части Бежи или Сэта на Ракаре. В общем, как говорится, ПВЕ урон должен быть на приличном уровне. В дизайне данжа корейцы не заморачивались, просто гора со спиральным подъемом, которая преграждается четырьмя решетками, и по мере вашего продвижения появляются буры, из которых лезут мобы. Толпище мобов. Сначала один бур, потом два, три, ну и в конце концов четыре. Буры надо снести как можно быстрее, чтобы не утонуть в мобах. Единственный косяк, мобы могут поднимать в воздушные оковы, и так несколько раз подряд, так что вы можете остаться без антишока. Так что тут надо быть аккуратнее. После этой всей затеи вы добираетесь сразу до РБ, и вот тут вот начинается самое сложное и самое подгорающее. Ну, обо всем по порядку. Сам РБ по факту несложен, если выучить все его стадии. Касательно отхила, например, из проверенных источников сообщается, что хилить на данном РБ куда легче, чем, например, в той же эссенции. Но хил должен чутко осознавать, что он нажимает и как. То есть в целом он должен хоть чуть-чуть быть с головой. А касательно ДПСов вот его надо много, очень много. Его в принципе-то мало не бывает, но тут он нужен так, наверное, как нигде в другом месте. Итак, поехали. Заходим к нему и начинаем ДПСить. А хил хилить? Ну, собственно, это логично же, да? На такие скиллы, как щит ледяного жала, щит землетрясения не обращаем никакого внимания. За исключением того, что на полу появляются круги. Да-да, я знаю, я играю без анимации и у меня их отрисовки нету. Но мне рассказывали легенды, что они там где-то есть. Так вот, в кругах стоять, естественно, не надо. Мега хил, конечно, может попробовать выхилить, но нахрена ему лишний геморрой. Дальше у нас идет первый скил, на который нужно обратить свое внимание. Это грозовая атака. Он тупо станет какую-то из цели. Причем рандомно, может и хила. Если хила, то, собственно, Барт или Чант, если таковые есть, переключаются на отхил. Ну и, конечно, не забываем, есть банки по КД. Итак, прошла первая грозовая атака, мы же все время бьем и дожидаемся вторую. Да, их лучше считать. Вот тут внимательно, как только она спадает, то сразу начнется какая-то из его фишечек. И до 50% его ХП их два вида. Либо он призовет бабку, либо призовет столбы и мобок. В нашем случае он призвал бабку. Ситуация следующая. Ее надо завести в круг, желательно в ближайший от ее респа, или, как вы договоритесь, в пати изначально, и там убить. Сделать это надо очень быстро, пока РБ кастует ваншот. Как убили, на месте круга появится поток. Складываем оружие, парим и взлетаем вверх. Не запарите, умрете. Не убьете бабку, тоже умрете. Со столбами примерно так. На каждом из кругов появляется столб, а рядом с ним моб. Если вы прямо лютый и дд, можете быстро залить моба. Но по факту легче. Сагрите всех мобов в центр и законтрольте. Лук, ловушки, сорок морозит и сам катает, ну или бард пингвинит. Можно вообще все сразу. И дальше каждый юзает свой столб. Да, это вы тоже должны распределить заранее. Если вы все сделали правильно, то столбы пропадут, а РБ станет в ступор и не повесит на себя баф. И даст возможность подпсить его вообще бесплатно. Не заюзаете столбы, РБ повесит на себя неджек и начнет вас потихонечку ваншотить. И на столбах происходит первое подгорание вашего пукана. Так как есть такой баг, когда все мобы законтролены, РБ еще кастует, а вы все юзаете столбы. Причем действительно юзаете. И при этом ничего не происходит. РБ докастует, вешает на себя баф и начинает вас убивать. Это баг, который до сих пор не исправили. По факту проще начать все заново, так как ХП у РБ снято не так много, а убивать РБ с его бафом, ну еще тот гемор. Немного о грозовых атаках. После бабки их, как и в начале, две штуки. Если же столбы, то будет только одна грозовая. Следите за этим. Достаточно хороший ориентир. В целом, если у вас хороший ДПС, то к 50% его ХП вы испытаете только два раза его фишки из первой волны. Еще пару слов о фишках. Они рандомны. Он может призывать только столбы, или может призывать только бабок, или же чередовать их. В общем, как ему в голову взбрендят, так он и будет фигачить. Стадия вторая, ну или волна вторая. На 50% его ХП он призывает 4 бура. Тут все просто. Надо очень-очень быстро залить эти буры. На мобов положить откровенных болт. Единственная сложность состоит в том, что мобы время от времени, как и в начале, поднимают вас в воздушные оковы. Могут это сделать и два раза подряд. Соответственно, будете висеть без антишока. Для более легкого прохождения используйте одного-двух морфов огня. Так, с этим мы разобрались и продолжаем его херачить. И тут, собственно, третья стадия. С 50% ХП до 25%. Еще две фишки на выбор, но уже другие. Первая хрень призывает моба, и называется он Боец, Страж 31-го Легиона. Данный моб очень сильно бьет, а чуть ли не ваншотит. Задача проста, залить его как можно быстрее. А вторая фишка призывает тоже моба, партизан, Страж Башни 31-го Легиона. Моб появляется чуть в отдалении, а РБ в этот момент вешает на кого-то в пати знак катаклизма. Скилл кастующийся, и его можно засечь, на кого он упадет. Суть следующая. Тот, на кого повесился дебаф, встает рядом с мобом. Остальные убегают куда подальше. Спасайтесь, глупцы! Игрок подрывает и моба, и себя. Остальные выживают. Герой. Не успеете это все сделать в случае бойца, он вас просто перефигачит всех нахрен. А в случае партизана он взорвется, положив вас всех. И вот оно, второе подгорание зада. Иногда игрок, на котором дебаф, не успевает взорвать моба. Но, не по причине того, что не успел добежать, все-таки там скорость бега режется в этот момент. А по причине того, что у сервера, или там Фроста, или просто бага данжа, происходит рассинхрон времени тиканья дебафа на персе и времени взрыва моба. Ну, по крайней мере, такая вот общая рабочая теория. И в этом случае вы опять все начинаете заново. Все, ура, мы это пережили, добиваем его смело, кричите вы, что там осталось-то, 25% хапать. Тьфу, да, расплюнет. Но тут нас ждет четвертая стадия, с 25% его хп до нуля. И вот тут вот все куда сложнее. Тут идет уже спаривание некоторых стадий. Фу, извращуги, о чем вы там подумали. РБ призывает либо моб ваншот из третьей стадии, плюс бабка из первой, и все это одновременно. Ну, либо знак катаклизма плюс башня, это тоже одновременно. Да-да, можно произносить и так, и так. В случае бабки и моба нужен, наверное, просто огроменный ДПС. Начинать, естественно, надо с бабки, как бы приоритет все-таки взлететь. А моба можно попытаться добить и потом, если он к тому времени не переваншотает вас всех. Эта фишка, по общим ощущениям, наверное, самый хреновый расклад. А вот если будет знак катаклизма плюс башни, уже как-то полегче. Если у РБ не так много ХП, то достаточно взорвать моба, а на столбы можно забить. И тупо попытаться добить РБ бегает его в ваншотов. Но все равно опасно. Так что лучше всего наращивать ДПС, наращивать координацию, чтобы проходить все стадии на ура. И, конечно, тут все-таки нужно пытаться объединяться в конспате, чтобы вы могли чувствовать своих тиммейтов. Совсем с рандомами проходить данный данж? Ну, тяжело. Только если каждый из них достаточно хорошо знает, что делать и как. Ах да, небольшой лайфхак, как можно попробовать пережить бабку плюс моба. Забыл сказать, что при появлении Стража, ну, это тот моб, который бегает и больно бьет. РБ на кого-то кидает баф, дающий 500 тысяч ХП. То есть, по сути, механика примерно такая. Кладем болт на бабку, убиваем моба, хил полностью в этот момент отхиливает того, на ком дебаф. Ну, там чашку кидает, пироженку к ней. И в этом случае, при таком количестве ХП, перс может пережить фаншот. И продержаться, пока все поднимутся, отряхнутся и допинают пита. Ну и третье, замеченное мной под горой непукана, может случиться в любой момент. Вас 6 человек. Допустим, упал один, вы его подняли. Потом упал другой, вы его опять подняли. И так по кругу. И вот в какой-то момент РБ может тупо отагриться, посчитав, что вся пати уже достаточно так хорошо навалялась. Этот баг случается не так часто, но все равно иногда происходит, что, собственно, неприятно. Ну и убийство РБ построено по такой схеме, что по факту вы не можете ошибаться. Вы не можете пропустить или зафейлить какую-то из стадий, потому что придется начинать все сначала. Кому-то это может показаться как раз тем хардкором, которого не хватало в Айоне. Но я что-то не припомню больше таких вот данжей, где малейшая ошибка или чей-то недочет может привести к общему фейлу. Ну, хоть данж по времени не ограничен, и сидеть вы в нем можете до посинения, не тратя захода. Ладно, с багами такое себе, все-таки 5 этимок за данж, или в сумме там 30 штук за неделю, стоит того. По крайней мере, пока что. Вот другое дело, что в скором времени, когда основная часть народа уже поодевается, он станет бесполезным. Но, опять-таки, тут очень хорошо проверяется и тренируется сыгранность пати и ее ДПС. Вот, наверное, и все. Как всегда, я не претендую на идеальную проходку, и, скорее всего, есть недочеты у меня. А что-то мог попросту и забыть, все-таки материал лежит с ноября. Да, я слоупок. Так что, если у вас есть что добавить, прошу в комментарии. А так, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, поможет многим. Ставьте лайки, не скупитесь, подписывайтесь на канал, звоните в колокол, и всем сладкого пироженка. Интересно, я когда-нибудь перестану записываться в 6 утра, а?